привет меня зовут антон и это мой видеоблог сегодня едем рыбачить с лодки с катера не с провинции едем на обское или как говорят у нас или как говорят в других регионах обыска и водохранилище будем пытаться ловить судака вообще почему я люблю ловить судака у нас это наверное самая сложная рыба в плане ловли заблуждение существует такое что она у нас местная на самом деле судак у нас не местный судак в бассейне аби появился в конце 50-х годов и в советское время его активно подрыбливали и в общем-то судак этот к нам переселен с озер подмосковных поэтому у нас фактически сложилась такая ситуация что у нас два вида судака существует обской непосредственно в реке и в водохранилище отличаются они поведенческими факторами достаточно сильно они даже визуально отличаются то есть те что водохранилище они такие длинные прогонистые как глисты те что в реке они такие не очень длинные но пузатенькие вот сложно их ловить как правило работает такая система что приманки на которые ловится судак на аби на них нихрена не ловится на водохранилище вот плюс на аби его достаточно просто идентифицировать ну там в косах грядки вся вот эта канитель водохранилище же он часто стоит пятнами наверное самое такое простое время для поиска этого судака это поздняя осень когда он начинает сбиваться в стае что-то неожиданно долгое какое-то я сам даже не ожидал у меня вступление вот такая история а пока мы идем по аванпорту дядя антон расскажет что мы сегодня будем делать ну мы сегодня будем пытаться поймать судака на глубине будем пробивать коряжки русловые с глубинами 13 15 метров будем искать и я бы под свалами просто так стоит даже нет ни не по свалам и не под свалом а в сторонке а свала на плату на глубинах ну вот тоже порядка 12-13 лет ну вот этим займемся но мы еще не вышли в море мы еще не знаем какая волна доставка но пока что выглядит не очень какая волна не было нам деваться некуда мы уже вы придется трястись по этой волне так что ну дальше уже подожди время такая история а и и и и и и и и и что немного подташнивает с такой погодой короче как будто вы где-то в северном море какую-то неведомую хрень и вою блин антон но я загадывал штиль и яндекс говорю штиль и всякие вражеские ресурсы говорили штиль а тут были ваш какой-то так надо сквида собирать охереть глубина конечно здесь же в смысле сомнительное удовольствие да у меня ступенька хорошая 42 я поставил до да блин с таким волнением а почувствовал коряжки стихает стихает эти говорю истинно говорю тебе все распогодится люди ловят ты на поролон кулак но блин а скорее всего слезал спрос да нормальный судак на жарешку это будет яичко да это будет травмирующие видео до моего канала потому что я всю рыбу отпускают я думаю что он небольшой но это же сквит поклевка была абсолютно смазанная но я все-таки веню в этом не судака это действительность сейчас я то что качает просто очень сильная почина о товстенький но пока что это такой речной достаточно размер я кстати говорю всем что судаки с овх отличаются до маленькие конечно он пойдет гулять отличаются они от речных то есть у этих у них морда вытянутая такая речные они потупее выглядят и вот этот конечно не типично пузатенький пацан искусственное дыхание как карпу палец в анал засунуть да конечно ты что сейчас же термоклина нет такого у него шары выдавит конечно это в общем то что за резина это зиман до оригинал конечно вот и он плавающий он постоянно меня вручал по судаку именно непосредственно но он долго шел долго шел за приманкой долго пытался по ней ударить и уже под самой лодкой получается когда я начал вверх поднимать переманку перед выматыванием он влупил прикольно блин был бы штиль вообще был бы кайф но может быть не ловилась бы ни хера если глупости я решил лягушку поставить ревакса антон решил отпустить судака вот такой вот когда с большой глубины тащишь но если понял что судак небольшой ну или если ты в предотвращении плане просто первые метры не надо выдирать соседу ли а надо его потихонечку потащить вот когда поднимется из нижних слоев но ему можно нифиговую кессонку создать если очень быстро как мотали там напали блин на лягуху то клюет просто заесть ее скорее всего не может у меня есть еще зимановские плавающие лягушки но мне кажется там кроме бесконечных поклевок вряд ли чего получишь из-за того что она плавает и за ноги будут хватать постоянно ну ладно надо лягушку менять конечно это баловство она заесть не может просто подряд прикинь несколько раз он садится на нее но нифига но благодаря лягушки можно сделать однозначный вывод что ему в кайф сегодня активный силикон а и пингвин слушай но все равно есть какое-то желание непреодолимое 6 дюймов поставить силикон ну а на резину практически не до проводок пустых нету но и с реализацией пока хромает откровенно говоря то ли мы уверенности не хватает то ли чё на самом деле да я хочу сказать что лучше 30 поклевок чем 3 пойманных рыбы потому что это интересно есть долго он шел вообще думаю понадобится как щука ведет на вываживание вообще ну да ну ну небольшой но пойдет я думаю в общем то прелесть этого места надо сказать в том что судак он по кругу везде есть то есть просто прокидываешь разные стороны и нет нет да да блин антоха ему шары выдавила тебе придется его съесть ох уж это не гуманная рыбалка 5 так как-то но он зачетный зиман я знал что он стрельнет как bitcoin касание прям практически где-то в толще воды как будто бы он действительно немножечко при логике стоит но он не отказывается от того чтобы провожать переманку на дно и вот такие прям уточнящие не спешащие про водонки бля как укачала коряжка что коряжка почувствовал как груз прям на коряжку прилег есть это да все ладно не спеша не крупный блин вот у меня был такой инцидент что мне на электро якорь шнур вываживание намотался поэтому я подсыпаю стоять с носом на самом деле какой бойки спасибо спасибо он за краюшечку губы вообще я удивлен что откровенно мелкого судака тут нет я бы ожидал а он откровенно мелкий судак его там просто раздавит ну да ну да кстати наверное это логично оторвал зацепился да блин опять смотрите-ка с падение контакты с носу самое некомфортное из-за того что укачивает фантастические но единственное место где вот он прям вот так вот а себя ведет прикольно ты можешь травмировать подписчик подписчиков травмировал я уже тем что в накатик куда-то пошел это понятно просто после такого клёва они смогут работать повседневные дела возраст на рыбалку придется фонд помощи создавать какой-то я даже не знаю да можете подписаться на канал этого порыбачим ивана шарапова посмотреть как никто ничего не ловит я думаю что вниз походу я наковырял стайку типа такого среднеразмерного судака еще чуть-чуть надо получать поклевок повеселиться а потом уже заняться экспериментами и пытаться что-то там с силиконом я думаю изобретать ты как считаешь антон написал участие один нашу спортсмен я пока еще что заметить пока еще не научился на море целенаправленно ловить куда-то вот это заявочка да догадываюсь надо сказать что это помимо того что налаживается погода все таки судак начал влетать прям с мощными бешенными поклевками они так как это было поначалу и это тоже достаточно приятно надо сказать поначалу да наверное укачивая не только нас но и его и он там да какой хорош давит прям вообще нормально вот тебе и рейнс рукавы и пшет ошалеть вообще вообще и поклевка была такая мужицкая подлодку длинный какой вроде у тебя этого придется антоха съесть ты же понимаешь что тебе придется вообще не жилет прям да ну да он и не маленький нифига смотри можно ты можешь я верю в тебя дать о хорош мне кажется мне кажется у него просто такой нет короче вроде бы с ним все в порядке чё отпускаем уже вышел может будет жить обидно если просто пропадет не они пропадет с глазами все нормально и так как он себя вел как кончено истеричка поэтому даже не форсировал вот такой роков вейп шет они в двух дюймах у меня достаточно востребованная приманка не купил большие но что-то как то не доходило до этого вот это конечно я понимаю обед котлеточки они вот эти всякие в рибе такое не сделаешь это и что ты думаешь мы переставимся на другую точку и он там снова будет клевать он там будет он клевать вообще конечно я не перестаю удивляться следующий сезон я как следует хочу посвятить улых а это прикольно мне вот такое нравится но в нем робота развелась недавно там было на большое отравление я этого года потом кроме вот такого судака вообще ничего не было то есть море рыба появилась только вот последние лет 5 даже были потом зимы когда окуня всего выдумали два маловодных было года не развелось вот это бентаса никакого и он еще было есть он клевал и ловили просто картофельными мешками ее за две зимы выхристили так что потом несколько там года два-три не было ни окуня ничего ну вот выезжали году восемнадцатом улов был вот с утра вот такой судачок клевал 25-22 сантиметра но уже считалось радостью другой рыбы не было вообще даже потом резко вот за 5 лет рыба развелась и судака много стало и судака крупного много развелось но сейчас начало пытаться пусть нормально полноценно стало море вовремя короче пришел к водомоторке и травы еще ордынские ходили до борового ваш по миликам везде собирали всю рыбу потом наконец у них этот флот весь сгнил они перестали ходить тоже большое поспорье мужички вернулись прям стали абсолютно на ту же точку ладно сейчас поедим и и все их она тебе рыба и журналы и специя более-менее появилась я кстати заметил что последние несколько лет я начал видеть инспектором что дали несколько снегоходов они летом тут не успевали они шусти линию любители а сейчас место с них они будут туда борового молодцы правильно я поддерживаю но деды на двоих ну что по 800 по 90 таки ну это я не каждый сидят то есть там эти два деда они но как и зимой на любит охренеть но он небольшой просто просто он исполнил там такое он ударил выплюнул развернулся и еще раз бабах такой прикол вообще но я его даже не выкачивая катушкой тащу поэтому я уверен что небольшой вы что у меня судак вместе с палкой ты вообще видишь и палку и судака поймал я его не подниму тон тяжелый близки да что ж такое-то прикольно но это конечно ему можно прям пятерочку поставить за стилистику поклевки это прям прикольно было пока я тащу палку он тащит рыбу суши я у него чё кресло на носу что ли стоит вот прикольно конечно да блин какую я там палку зацепила просто ужас зачетная палка больше тридцати трех сантиметров иначе можно забирать говно осетра может быть и так небольшой но хорошо выпил я до 24 грамм опустил вес и такая ступенька рваная получалось как будто бы я действительно обстримом ловлю ничего вообще кутик нет какой-то экстремально маленький смотри какой мелкий ну зачетный но типа толстенький рейнс конечно вообще два сезона или три сезона они просто лежали у меня я не решался на них ловить думал ну и у меня бывает такое что я как сорока я вижу приманки в продаже так будет надо купить по любому вот-вот только выключил камеру и сразу же поклевка тоже не крупный суши мелкий судак шли либо он первый активизируется все время смотри ветер только включили сразу начал отливать да только пошел ветер все до этого просто тишина была полная да странно по доводку пошел вообще прикол конечно я вообще всю связь с одном потерял слишком сильный ветерочек начался а блин поставишь 40 на 5 отрываться мы попадали в июле в ордынке небольшая тох поклевка я это я чуть инсульт не произошел что мы начинаем он просто схватил прям непосредственно в толще и это было эпично причем как схватил нижней челюстью он баднул то есть смотри что произошло вообще он права нижней части челюсти ударил то есть он был сто процентов в толще воды вот этот сто процентов был в толще воды он с толще что-то меня аж тошнить начало короче что-то какой-то адовый прям совсем разогнала здесь волн и наверное завечеримся на другой точке да мы пойдем туда чп с аккумулятором произошел от якоря электро ну чп откровенно говоря отпаялся контакт один на аккумуляторе хайбургском и 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 Субтитры сделал DimaTorzok